Анатолий Потапенко Привет, Константинович, привет! Пришла такая мысль, что благодаря тебе в России, да и не только, да, но снова вспомните, Макаров Миздор стал возрождаться садоводством. Снова Потапенко. Ты своим примером столько людей вдохновил, начать создавать свои салюты, брать с успехом. Мало людей вдохновил, я не доволен. Просмотра мало. Это вам не то, что бетонировать. И треть миллиона уже увидела. Треть миллиона уже увидела. А может, это миллион. Но все равно быстро. Как они вот эти... Не понимаю я, почему люди туда лезут и лезут, а сюда ко мне не лезут. Может, кто подскажет. Мои друзья прекрасные эти, компьютерские. Ни один, ни два, добрый десяток. И они руками разводят. Непонятно. Так, поехали дальше. Думаю, каждый человек, оглядываясь на прошлые дела и свершения, определяет для себя те вехи, по которым будет память и добро встанье потомкам людей. Люди знают, Мичурина знают тебя, Мичурина знают, меня нет. Вот. Один из тысяч, извините, это не то. Знает созданный твою руками сад. Опять один из тысяч. Это ли не величайшая вершина? Это маленький бугорок, ребята. Потому что, извини, это... И не то, что он не льстит, Анатолий. Просто ему кажется, что она на самом деле так. А на самом деле это не так. А сколько еще предстоит сделать перед ним? Помогайте, друзья, сделаем. Пожелаю тебе здоровья, добра, счастья, мирного неба для созидания и удивления нашего потомка. Но это был Анатолий Потапенко. А я сейчас, у меня есть свои примеры. Вот зря он упомянул Мичурина. Когда я был ребенком, когда мне было 6, 7, 8, 9, 10 лет, военный городок, черный этот самый, как он, круглый этот, который, тарелка, как он назывался-то, репродуктор, висел на стене. Я, зато, до вечера слышал каждый день по несколько десятков словом «Мичуринский метод» и прочее, прочее. Это было. Так, а еще я всегда удивлялся, почему люди... Ой, я боюсь с этим углубляться, не буду. А Терентья Мальцева почему я вспомнил? Это, например, ближе к нам. Наступила перестройка. И вдруг выясняется, что в стране... Это еще все для меня, и ни при чем Терентья Мальцева придумал так называемую... Вспоминайте, старики, безотвальная вспашка, пашни, безотвальная вспашка. Помнили? Вот сейчас, наверное, каи все в интернете, я не смотрел, я с того, что вспомнил про него имя. А тогда она гремела. Значит, он имел какие... Он был, по-моему, дважды героем соцтруда. У него было звание почетный академик, Академия наук, почетный. Вот, так. И что рассказывал Терентья Мальцева, сказать? Почему я считаю, что мне ничего не светит? И ребята, которые моложе, я их упоминал, да? Боюсь, что и они жизнь проживут так же, занимаясь в своих этих сотках. Вот. Почему? Это яркий пример. Вот она уже перестройка. Вот люди стали говорить в открытую. И вспомнил, что было то, что у нас... А почему скрывали? И вот сам Терентья рассказывает журналистам. Знаете, как он рассказывает? Значит, официально считалось, что там огромные урожаи. Придумал, вот эта безотвальная вспашка. Что это огромные урожаи. Это все, это будущее страны. И вот он говорит. Больше всего в моей родной деревне меня ненавидел председатель колхоза. Вы представляете? Терентья подает эту вот, заваливать страну этими. Не страну, но колхоз. Там уже, может быть, 40 тонн. Или 40 этих самых. Средний гектар. Может быть, 60. Может быть, в два раза больше, чем канадцы. Тогда они были первыми. Может быть, но он меня ненавидел. А я понял, знаете, когда? У меня была скромная должность старшей мастер. У меня это самое. Я предоставлял большое беспокойство начальству. Потому что, знаете как? Там изобретение делалось легко. И сразу получалась дикая экономия. А до этого затратная была экономия. То есть мне давали списывать эти самые материалы. Я экономил десятки, сотни тонн серой, как этой самой, цистерны. С этим, серой, цистерной кислоты. У меня был особый цех. Он был. Отделение цеха. Это самое крупное в мире. Кетербургическое отделение. Вот, значит, самый, карбонат, этот самый, господи, карбонат. А, одного материала, фильтровального, склад был забит до самого верху. А списать не могу. Мне говорят, попробуй только. Стоит нам только показать цифры, истинные цифры. Сколько мы на самом деле расходы стали полтора до раз меньше. Это миллионы, 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 миллионы. А мы же живем на серии, а к нам морской путь. А я случайно, ну как случайно? Ну, голова так устроена. Ну, не могу я, как, не сэкономить. Может, потому что я с Украиной иногда себя шутку хохлом называю. Ну, не могу я. Ну, как так же? Добро такое пропадает. Я вот не экономлюсь, а мне это. Почему? А нам на следующий год планы. На расходы уменьшить, все. А мы в следующем году не выполним план, и нас поснимают. А я пришел когда на завод никелевый. Скоро мы этим, мы сели бригадиром, сразу взяли, потом мастером, потом старше. И тот год первый, когда я только устраивался, оглядывался, что-то, что-то, чему. Там, значит, это, директор завода выполнил план на 80%. С тряском вылетел. И вот этого все боялись. И я убедился в одном, что никому ничего не надо. А сейчас хуже стало, знаете, чем? Сейчас показываю, не показываю, просто всем по барабану. Заставить науку перейти на этот путь, бесполезно. Ничего не получится. Давайте так. Как мне сказал мой родной отец, это самое. Ой, Константин Александрович, привет, брат, помнишь его. Вот он сказал мне однажды, ну, во время застолья, Валера, тем бы ты не работал, где бы ты не работал, а он всех русский был, и тоже руководителем был. Вот. Где бы ты не работал, за тобой будет стоять дурак. И вот эта вот система, я дальше с удовольствием не заглядываю и не говорю. Вот. Почему у нас вот так вот, я не могу понять. Вот. Смотрим дальше. Вот это вот, мне прислал кто-то из наших ребят, и сказал, посмотрите, это же не правда. Давайте будем смотреть. Вот. Родина перчика считают в Китае, хотя существует разное мнение. Предполагается, что вид, встречающий в северном Китае, является дикой формой культурного перчикахого дерева. Ну, пускай Китай, пускай дикое. Вот. В России встречается дикорастущий заросли, сибирского перчика. Не нашли. Русский пытался найти, мы не нашли. Дикий миндаль. Некоторые его считают перчикахом. Ну, может быть, миндаль. Он родственник. Итак, плоды несъедобные. Ладно. Сейчас самое главное. В настоящее время перчика обыкновенный культивирует в тёплых районах умеренного пояса Евразии. Это Кавказе, Средняя Азия, Молдова, Украина, Россия. В Америке. В мире насчитывается 5000 сортов. Ого. Господи, бедная Россия. Почему у нас никаких? Общая площадь перчиках-садов составляет 700 тысяч га. 5-6 миллионов тонн плодов. Да, вон, зайдите в магазин. Вон, и не тонны лежат. Ша получает полтора миллиона. Ого. Страна занимает первое место. На территории России. Вот с этого момента культивирует перчик, возможно, в Нижнем Поволжье. Тут я не согласен. Ну, кто-то же написал эту. И даже видите, отмечен этот вот, тёмным цветом, отвечен кусочек, кусочек. И якобы можно перчики выращивать. Мне стало обидно. Нижнем Поволжье, помню, это письмо. Вот, Нижнем Поволжье, но это, нет, не так. Там было написано. А после Нижнего Новгорода, значит, температура зимняя возле земли, на уровне земли, отмечен минус 52. Какие-то черты першики. Повторяю, минус 52. Будь это раз 10 лет, но какие-то черты першики. На Северном Кавказе, согласен, на Кубани, лет 5-8 назад показывали телевидение центральное, идет журналист, идет агроном, в руках агронома, а это самое, как вот, градусник. И рассказывает, значит, погибло, ну, это еще была зима, но он, например, сказал, 50% такого вид, 50% такого, 40% такого, минус 30. Вот у Микубань, вот у Микубань, вот у Микубань, вот у Микубань, вот очень плохо проживался, когда у меня в гостях был, в Курдемах, и мы писали книгу, он сказал, какие черты першики на Кубани. Так что, может, они там есть, но промышленных садов-то нет. Вот, вот это я могу сказать. Ну, а что нам делать? Что нам делать? Сегодня, как нарусу, позвонил мне Сергей Николай Георгиевич. Вот, например, взял, вот 20 лет назад позвонил. Или, как ты, першики? Нормально. А он живет в Первоуральске, вот, в Нижнем, Первоуральске. Это, вот, это самое, это Урал. Это, кажется, Челябинская область. Вот. Ну, там маленечко можно. У меня маленечко можно. Если бы культивировать специально, мы когда начинали, да, значит, майна и черебушки, там уже какие-то зачатки были першиков. Вот, ну, люди их убили сами, это я точно знаю. И мыши грызли. Как-то не были готовы к этому. И она там же и замерла. Вот, у меня почти случайно не появились там. Садоведчики началось. Почти случайно. И это нельзя назвать развитием. А когда мы першики переехали в Сумской область Украины, там вот сразу мой друг развернулся. Ого, еще как развернулся? Ладно, теперь пошли они в Башкирии пошли. Вот мои эти самые Хасанские. Вот. Я на скидку. Несколько десятков писем с разных этих самых. С Сахалин, там сразу концов страны, с разных районов. Несколько десятков удач. Некоторые даже уже начали торговать косточками и выращивать хвостик в Сахалин. Ну, а лидеры пока. Мезинов и Макаров. Поздравляю. Это мое счастье, что они поддержали меня. А тут так бы и было, как бы как Исиновый кол где-нибудь оторчал бы. Вот. На плющихе. В общем, вот такая картина. Продолжение следует...